Два небольших предуведомления или дисклеймера, если угодно. Первый, скорее, исторический, второй, по сути. Пять лет назад я читал такую же лекцию, мало-мало не в этой аудитории. Пять лет назад записывали тогда все это дело ребята из студсовета из журнала Докса, и запись разошлась, к счастью, довольно широко, но люди говорили, что она была полезна. Надеюсь, что так. А потом началось то, что началось, и когда после 24 февраля Докса, как я понимаю, была вынуждена переносить материалы на зарубежные сервера, ну, по крайней мере, то, насколько это видно со стороны, да, часть материалов то ли не перенеслась, то ли погибла, но вот в эту часть попала та запись, которая была. Поэтому повторим то, что было пять лет назад, но, конечно, с какими-то вариациями на тему. Это исторический дисклеймер, да? А еще один маленький теоретический, он будет состоять вот в чем. Значит, я сегодня постараюсь с вами поделиться своим видением того, что такое курсовая, что такое ВКР, как и зачем эти тексты пишутся. Ну, мне бы категорически не хотелось, чтобы вы, ну, мне бы категорически не хотелось давить на вас авторитетом, да? То есть вот то, что я сейчас буду рассказывать, это не догма, это не строка учебники и уж тем более Конституции. Это не надо заучивать наизусть и потом под пионерским салютом, значит, до точки, да, воспроизводить. Я скорее делюсь своим опытом, который есть у меня по написанию разного рода текстов, по руководству подобными текстами. Если будут какие-то обязательные элементы, которые надо учитывать, я их буду выделять и фиксировать отдельно, да, я на них буду останавливать ваше внимание. В остальном это скорее рекомендательный характер, чем что-то еще, да, то есть это просто вот надо понимать. По регламенту я думаю, что я буду говорить около часа, и, как я понимаю, для записи удобнее. Если нет, то вы меня сейчас поправляйте, пожалуйста, чтобы сначала говорил я, а потом были вопросы, да, нет, или все равно. Ну, в принципе, у меня это не такой, как бы, но, пожалуйста, так что можно и параллельно попробовать. Давайте так, по умолчанию давайте договоримся. Я говорю где-то около часа, а потом я отвечаю просто на все вопросы, которые будут, ладно? Если вас это не смутили, я просто попрошу вас фиксировать вопросы себе где-нибудь, и потом мне их задавать. Вот. То, что я всегда говорю, я скажу сейчас, задавать вопросы не стыдно и не страшно. Не стыдно чего-то не знать или чего-то не уметь. Мы все сюда приходим, мы все, включая преподавателей, мы все чего-то не знаем, мы все чего-то не умеем, мы все чему-то учимся. И, собственно, главное, чему надо бы научить вас, и я буду начинать с этого уже свой разговор, главное, чему хочется научить вас за все годы, которые вы проводите в университете, это не искать ответы, это задавать вопросы, грамотно ставить вопросы. Вот с этого мы и начнем разговор о том, что такое курсовая работа, что такое выпускная, квалификационная работа, ну или я существовал старорежимная, обычно диплом, это называлось всегда, вот диплом, ну или ВКР, как сейчас, да? Что такое аналогично этому, кстати, сказать, что такое курсовая магистрская и что такое магистрская диссертация? Это тексты однотипные, подобные друг другу. Я не сказал идентичные, я сказал подобные. Прежде всего, что у них общего и что надо запомнить, затвердить и не потерять потом? Это все квалификационные работы. Вот что значит вот это вот прилагательное в сочетании ВКР, да? Почему квалификационное, что от вас требуется? На самом деле, помнить это прилагательное и понимать это прилагательное очень важно. Я сейчас постараюсь показать. От вас, как это не банально, ждут не каких-то сумасшедших научных открытий, не какой-то безумной новизны или нового слова в науке. Да упаси Господи. Захотите, скажете это. Никто мешать не будет, даже помогут. Только этого от вас не ждут. Или не ждем, если мне причислять себя к этому множеству. От вас ждут грамотной демонстрации умения, умений и навыков. Ряда умений и ряда навыков, составляющих видимую часть вашей профессиональной квалификации. Вы должны показать, как вы умеете работать. Вот это очень важный момент. Потому что дальше я постараюсь, чтобы в моей речи ни разу не прозвучало слово «вдохновение». Вот, понимаете, у меня вдохновения нет, мне не пишется «чухня». Извините, чушь. Мы сейчас будем говорить с вами не о вдохновении. Вдохновение – это мастерство. Это уже, понимаете, это уже ступень работы мастера. Я рад, если вы ее уже достигли. Это сразу просто, да? Без издевательств. Но то, о чем буду говорить я, это не мастерство. Это ремесло. Это не, понимаете, это не инкрустация дерева тончайшей пластинкой золота, да? Или там не изобретение нового узора. Нет. Это вот как стол сделать, понимаете? Пусть он будет не очень красивым, но он будет надежным. Он стоять будет, и у него будет там сколько надо ножек и столешница. То есть, чтобы стол был столом, чтобы курсовая была курсовой. Это не вопросы вдохновения. Это вопросы умения. Это вопросы технические. Вот это очень важно. Итак, курсовая работа, если мы переходим к формальным определениям, курсовая работа представляет собой ответ на какой-либо научный вопрос. Ответ на вопрос. ВКР, если мы уходим на шаг выше, Единственное отличие, кстати, да, вот сущностное отличие ВКР от курсовой, магистрской курсовой от ВКР и магистрской диссертации от всего остального, это разрыв неколичественный. То есть, не надо думать, что вы можете сделать ВКР методом копипаст, собрав три своих курсовых работы за предшествующие годы. Вы, допустим, написали у одного руководителя, развивая одну и ту же тему, и вообще вот вы просто влюбились в эту тему и занимаетесь ей, можно сказать, со школы. Все равно, склеив три курсовых вместе, вы не получите ВКР. Вы получите подборку из трех курсовых. А вот каждый... Здесь есть ровно одно правило того самого ремесла. Каждый текст, который вы пишете, тем более курсовая, вообще каждый текст, каждый текст должен таскать, таскать, извините, должен вести вас хотя бы на полшага вперед и вверх. Никогда не стоять на месте, никогда не писать тексты одного и того же уровня. ВКР – это, если угодно, это аналитика уровнем выше, чем на курсовой работе. Курсовая работа – ответ на вопрос. ВКР или диплом – это решение либо сложного научного вопроса, состоящего из нескольких, либо в идеале это решение научной проблемы. Ну и дальше уже понятно, дальше там магистрская, кандидатская, докторская – это просто еще на шаг выше, еще на шаг выше, верхняя точка докторская – это постановка новой научной проблемы. То есть выше этого вроде уже некуда. Поэтому первое, что мы делаем, когда мы пишем курсовую работу. Вот вы увидели в ЛМС или где темы, которые вам предлагают, или вы пришли к научному руководителю и договорились с ним про индивидуальную формулировку, тоже вариант. Вот у вас есть эта тема. И первое, что надо сделать сразу, вы еще ничего не пишете, вообще ничего. Вы еще ничего не читали, ничего не знаете. Но первое, что надо сделать, надо превратить тему в вопрос. Чисто грамматически. Тема – это номинативное, аффирмативное предложение, не содержащее всех глаголов, как правило. Но тема курсовой, назывное. Вот надо превратить ее в вопрос. Пока не задаваясь при этом, не начиная себя терзать, а насколько корректен этот вопрос, а правильно ли я спрашиваю. А может быть я аж и... Наплевать забыть. Все. Превратить в вопрос. И записать этот вопрос. Еще одно правило, которое есть, и которое я очень рекомендую осваивать, чем раньше, тем лучше. Вы записываете буквально все. Не надо надеяться на свою память. Не надо надеяться, что я сейчас придумаю вопрос. Я что, не могу запомнить простой вопрос? Я что, нет, не можете. Не можете. Потому что, ну так получается, что у вас, простите, одновременно несколько предметов. Курсовая не сразу становится предметом вашей первоочередной заботы. У вас есть предметы, есть экзамены. Ну что я рассказываю, вы все в вышке учитесь. Вы все знаете, что здесь есть. Вот. А кто не в вышке, тот тоже знает, что бывает в университете. У вас просто вытеснит. Вытеснится это знание. А чтобы этого не случилось, каждый шаг фиксируйте. Кому как удобно. Техника позволяет делать все, что угодно. Кто-то по старинке, там не знаю, я до сих пор пишу в блокнотах, да, в бумажных, всякие предварительные заметки. Кто-то пишет в наладонниках, в смартфонах, да, кто-то в ноутбук заносит. Это без разницы куда. Главное, записывайте каждый шаг. Каждый шаг, каждый шаг, каждую мысль. Хотя бы по одной строчке у вас должно оставаться. По тому якорю, на который вы потом можете вернуться и воскресить свою мысль. Потом, когда пройдет время. Итак, сначала вы пишете вопрос. А дальше, вот дальше начинается еще одна предварительная стадия, подготовительная стадия работы. Вам надо сесть и написать один абзац. Больше абзаца писать не надо, потому что вы этот абзац потом все равно будете переписывать, я не знаю, сколько раз, очень много. Вот. Но он вам необходим. Вы пишете цель и задачи своей курсовой работы. Внимательно. Вы еще не читали литературу, не подбирали источники, ничего не рассматривали, не анализировали, вообще ничего не знаете. Вы пишете цель и задачи так, как вы их представляете здесь и сейчас, на берегу, перед отплытием. Плохо, неграмотно, к черту. Неважно. Это никому, кроме вас, показывать не надо. Ну, можно научному показать. Но зачем? Вот. Никому, кроме вас, это ваш внутренний документ. Но написать надо. Смотрите, если сказать по-русски, да, цель и задача, вы пишете, что вы хотите получить в итоге, вот, что вы хотите увидеть результатом этого исследования. Ответить на вопрос, найти общее, показать различие, ну, что вы хотите, вот, что вы там, что вы в итоге хотите добиться, да. А задачи несколько, несколько, как правило, три в случае курсовой работы, больше трех не надо. Меньше трех тоже не надо. Вот три. Три задачи – это то, что вам, те три шага, которые вам надо пройти, чтобы в ответе получить цель, написанную вами. Очень просто. Внешне – это очень просто. Внешне. Когда вы напишете, вы этот абзац, я повторюсь, будете, мы к нему еще сегодня будем возвращаться не один раз, вы его будете переписывать регулярно, корректируя, меняя, дополняя, но он нужен с самого начала. Почему? Вы, записывая, формулируя для себя этот абзац, вы, если угодно, форматируете, как бы сказать, выстраиваете для себя вот тот коридор, в котором вы дальше пойдете искать источники, подбирать литературу, набирать материал, да, вы себе стеночки ставите. Вы себе ставите, что мы ищем не вообще все, что касается, ну, хорошо, допустим, ладно, давайте сегодня что-нибудь такое простенькое, курсовое первого года, что-нибудь такое незамысловатое. дайте какую-нибудь тему. Кто пишет? абсурдов, Достоевского и Камилов. Спасибо. Ничего себе простенькое, не замысловатое. Ладно, хорошо. Вот, окей. Вот, смотрите, да, я ничего не знаю, я, может быть, что-то знаю про понятие абсурда. Когда-то я читал Достоевского, Камилу, увы, для меня не считанный автор до сих пор, поэтому сейчас я буду говорить глупости с точки зрения содержания, но не по форме. Смотрите, понятие абсурда у Достоевского и Камилу, да, и мы сразу еще ничего не знаем. Я говорю, ну, хорошо, цель работы показать понимание абсурда Альбером Камилу в сравнении с понятием абсурда в произведениях Достоевского. Еще раз говорю, это может быть коряво, потом вы будете формулировать, переписывать и так далее. вот, вы себе вот так раз. Задача первая, понятно же, да, а вот дальше, смотрите, каких задач нельзя ставить. Нельзя ставить задачу про честь Достоевского. Или даже там выписать из текста Достоевского все случаи употребления слова абсурда. Вот таких технических задач ставить нельзя. Потому что это не задача, это инструмент. Сейчас я об этом расскажу. Задача, да, первое, проанализировать, ну, я бы вот что делал, проанализировать понятие разумности и нормы у Камю и Достоевского. Второе, рассмотреть критерии предельности этих норм и случаи их перехода, и случаи их нарушения. Третье, сопоставить результат перехода нормы разумности и нормальности в представлении Достоевского и Камю. Ну вот, это просто то, что я придумал прямо сейчас, насколько это соответствует действительности, я не буду говорить. Вот. Но вот вы это сделали, да? Здесь есть одно очень полезное упражнение, которое покажет, что писать цель и задачу на самом деле не очень легко, не так легко, как казалось. Прочтите написанное в обратном порядке. Нет, не в смысле все слова задом наперед, нет. Прочтите написанное в порядке с начала задачи первое, второе, третье, а потом цель. Вы посмотрите, у вас сходятся ниточки к цели-то, или вы написали цель, а потом задачи пошли в разнобой, одна влез, другая под рова. Чаще всего бывает так. А надо, надо, хотя бы в первом приближении выстроить вот эту вот конструкцию, чтобы она стояла на своих трех ногах. И вот с этого момента начинается уже ваша работа над курсовой или над ВКР. Работа, которая состоит из трех стадий. Когда давно я их уже обозвал, сейчас просто воспроизведу. Вот, самая длинная стадия, самая сложная стадия и самая скучная стадия. Начинается все с первой стадии работы, которую я называю самой длинной в качестве характеристики. Это поиск источников. под источниками я имею в виду, я все-таки историк по образованию, поэтому для меня это скорее primary sources, но и primary и secondary, то есть поиск источников, подборка научной литературы. Все сразу. Самое сложное, я просто сразу скажу, тем самым мы выстроим скелет нашего дальнейшего общения. Самая сложная стадия это построение структуры вашего исследования, оглавление, если хотите. Самое скучное это написание текста. Вот. Это самое последнее, это самое скучное. И я позволю себе настаивать на том, что текст, именно целостный текст пишется в последнюю обучение. Когда исследование уже проведено. Потому что вот вещь, которую говорят редко, а честное слово, вот это стоило бы говорить чаще, чтобы в головах оставалось. Когда вы кладете на стол высокой комиссии, перед которой вы защищаетесь, текст курсовой работы. Ну, не знаю, ВКР, магистровской, кандидатской, докторской, неважно. Обычно как-то говорят, вот мое исследование. Да? Так вот это ошибка. Это ошибка, причем ошибка категориальная. Это не исследование. Это не исследование. То, что вы кладете на стол, вот эта пачка бумаги, это описание вашего исследования и представление его выводов. вот это очень важный момент, ребят. Я сейчас не просто играю в слова с вами, да? Исследование проходит на стадии, которую я сознательно характеризую как самое сложное. Вот построение структуры, вот это проведение исследования, а самое скучное, вы просто описываете то, что вы уже знаете. Вы уже это исследовали, вы это уже поняли, вы это уже вычислили, вы просто это описываете, превращаете это в текст. Это очень скучно, это надо сделать, но это очень скучно, но до этого мы еще дойдем. Итак, поиск источников и литературы. Здесь несколько сугубо технических заметок. Как ищутся источники? Как подбирается литература? Дальше я буду использовать источники и литература, извините, не разделяя, если кому-то понадобится уточнить, как там подбираются источники для средних веков? Это отдельный разговор, я этого здесь сейчас рассказывать не буду, потом, если хотите. Как ищутся источники, как подбирается научная литература? Вот смотрите. Ну, первое, что вы делаете, наверное, научный вам называет что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь, пойдите, почитайте, и лучше бы он не сказал, пойдите, почитайте Достоевского или Камюн. Вот. То есть, пойдите, почитайте, и он там называет какую-нибудь фамилию автора в идеале. А идеально, то есть, на самом деле, близко к идеалу, то, о чем стоит только молиться, потому что, если это вам выпадает, это счастливый билет. Если вам называют в качестве вот этой первоначальной точки входа какую-нибудь статью, не, не книгу, нет, статью, желательно там, сейчас 22-й год, значит, 22-го, 21-го, 20-го, вот так вот, трех последних лет. Язык любой. На язык мы внимания обращать не будем, язык любой. Поскольку я исхожу из убеждения, что гуманитарии, ну, как минимум, на всех европейских языках должны читать спокойно, не испытывать трудностей в чтении. я не говорю знать все языки, я говорю читать на всех языках. Это разные вещи. Вот. Итак, мы берем эту статью на шаг хуже, на ступенечку хуже, если вам рекомендуют почитать книгу, но желательно тоже вышедшую в последние три года. Вот это вот. На шаг хуже, потому что читать больше, ну, чисто технически это тяжелее сделать. Вот. Но тоже неплохо. Гораздо хуже, то есть, близко к провалу ситуация становится, когда вам говорят, ну, слушайте, ну, об этом все сказал вот там Иван Пупкин в своей монографии в 1931 году. Что? То есть, 31-й, ну, нет, ну, нет, это нельзя, понимаете? Такую рекомендацию надо браковать. То есть, нет, не надо говорить научному руководителю, что вы мне сейчас говорите. Надо кивнуть, сказать спасибо, потом пойти и найти, что почитать самому. Ну, вот. Но начинать надо с чего-то up to date, с чего-то, что вот последние три года, как написано. Почему? Для облегчения нашей с вами работы. Вот вы читаете какую-нибудь статью. Вот сейчас очень внимательно, очень внимательно. Вы читаете статью. при этом все, я подчеркиваю слово все, библиографические наименования, на которые автор статьи ссылается, вы выписываете в отдельный файл. понимаете, почему лучше статью, чем книгу, да? Потому что 20 страниц и 50 ссылок это нормально. 700 страниц и полторы тысячи ссылок это не так весело. Вот. Вы берете, выписываете все ссылки в отдельный файл. Это не значит, предупреждаю, вопрос, это не значит скопировать список references в конце статьи. Нет. Вам надо именно выписать. Почему? Потому что на каждую позицию вы их выписываете в порядке появления, да? Сколько их будет? Не знаю. Пусть будет вот так. Немного. Вот. Если какую-то из этих позиций автор цитирует вторично, ну, два раза он на нее уже сослался, да? Три раза сослался. Пока понятные вещи говорю, да? Чисто технически. Вы напротив этой позиции ставите в списочке, ну, понятный вам значок, не знаю, звездочку, галочку, крестик, не важно, что вы там ставите, значочек какой-нибудь, который там останется. И каждый раз, если вот он ссылается дважды, то вот так. Если трижды, уже так. Четырежды, понятно, да? в итоге у вас получается не формальный список референсов из подвала к статье, из последней секции статьи, а реальная карта цитирования, реальная карта авторитетов, существующая для автора этой статьи, ну, или этой книги. Это первый шаг. Что вы делаете потом? А потом вы перестраиваете список, это удобнее делать, конечно, в компьютеризированном варианте, разумеется. Вы перестраиваете список, ранжируете его просто, передвигаете строчки, в списке, чтобы он у вас выстроился не по алфавиту, а по количеству вот этих упоминаний. От большего к меньшему. То есть, тогда первая позиция у вас будет выглядеть вот как-нибудь вот так, вторая так, третья, допустим, также, четвертая, пятая и бесконечность дальше. Что-нибудь такое. Вот вы выстраиваете список вот так. А дальше вы берете первую сверху статью или книгу. Отдельно скажу, хорошо, не всегда удается, не во всех исследованиях получается, но хорошо, если она тоже из новых, а не из классики. То есть, если он, если у вас, простите, в первом пункте стоит какой-нибудь из диалогов Платона, ну, вычеркните эту строчку, идите дальше. Вот, диалог Платона вы все равно прочтете, на него будут ссылаться, ну, понятно, да, здесь нужна живая литература. Вот, вы читаете первую строчку в списке, первую по числу упоминаний, читаете ровно так же, каждая ссылка из читаемого текста попадает в отдельный файл, только уже не в новый файл, а в этот, в этот файл попадает. И если вы видите перекрестные ссылки, ну, понятно, да, то есть этот автор ссылается вот на этого, и на этого, и на тех, которые у вас уже есть, как вы понимаете, здесь просто появляется не строчка в списке, а еще одна звездочка, и еще одна, и еще, понятно, да? Понятно, пока, что получается? Вот, дальше идет следующее, следующее, для курсовой первого курса достаточно, ну, это то, что я говорю своим студентам, поэтому я это говорю вам, да, то есть, те требования, которые есть у меня, для курсовой первого курса достаточно отработка десяти вот таких наименований. Ну, по возможности на разных языках, конечно, но достаточно. Для курсовой второго курса дальше, дальше, дальше список увеличивается, понятно же, да? Вот, для научной статьи он просто не имеет размеров, вы отрабатываете всю литературу, которая вам доступна, а иначе чего вы здесь сидите? Вот, но, поскольку мы говорим о курсовой работе, у нее есть еще одна известная вам всем особенность, называется дедлайн, вот, и хуже нет, когда студент не сдает работу, почему? Ладно бы он там профилонил, ничего не сделал, дуболом, значит, гнать в шею, но это нормально, господи, это не обидно, по крайней мере, сразу видишь, что на дуболом, дуболом, все, вот, к счастью, такое бывает очень редко, очень редко, а вот чаще гораздо бывает другое, студент не сдает работу, студент, студентка, неважно, студент не сдает работу, ты говоришь, почему, ну ты же все знаешь, ну да, понимаете, но я вот уже заканчивал, но нашел еще три статьи, но я же должен был их тоже прочесть, нет, не должен, умейте останавливать себя, умейте себя останавливать, ставить себе, вот говорить себе стоп, нет, ну бывает, что вы нашли, ну правда бывает, бывает, что вы к концу работы находите книгу или статью, которая ровно по вашей теме, почему-то она прошла мимо вас до этого, ну да, приходится читать, но очень быстро, очень быстро, встраивая буквально там упоминание здесь, упоминание здесь, ссылку тут, да, но это исключительные случаи, умейте откладывать на потом, умейте говорить себе, нет, стоп и хватит, это очень важные слова, вот, просто поймите, что когда вам научный руководитель говорит, ты должен прочесть все, что есть по этой теме, это благие пожелания, ребята, но мы можем, тоже мы имеем право на мечты, мы можем помечтать о студенте, который прочтет все, и при этом выполнить все остальные работы в срок, но это мечты, и вы это тоже должны понимать, вот, так вот, вот постепенно у вас выстраивается список, обогащаются эти вот, вот эти вот строчки цитирований, и наступает тот момент, в идеале, когда очередная статья, желательно тоже из относительно новых, да, не приносит вам новых ссылок, когда список перестает расти, когда у вас растут только строчки упоминаний, вы уже не вносите новых названий, вы только звездочки рисуете, вот, ну, или когда, когда это случается полностью, до такого дойти очень сложно, но чаще всего, чаще всего, как раз вот, когда вы там отработаете 10, 15, 20 основных наименований, да, вы столкнетесь с тем, что дальше, ну, ну, одно наименование, ну, два наименования новых из каждой статьи вы будете доставать, а в основном будут идти звездочки, вот это примета того, что пора говорить стоп, хватит, потому что это значит, что библиографический круг замкнулся, вы выбрали самую цитируемую литературу по этому предмету исследований. Я еще раз повторю, на этот раз коротко и без ерничания, стремление охватить полный объем литературы, стремление похваленное. Но всегда взвешивайте риски. Лучше не прочесть одну, две, три статьи, но вовремя написать и сдать вашу работу. Помните, это квалификационная работа. Вот когда вы будете писать научную статью в журнал, или книгу, вот тогда развлекайтесь, вот тогда, пожалуйста, нет, пока я не прочту все, я не уйду с этого места, а вы, господин редактор, можете ждать, пока я это не прочту. Окей, окей, это потом. А сейчас вы умеете останавливаться, пожалуйста. Вот вы дочитали. Что значит дочитали? Пока я говорил только о библиографии. И здесь надо сделать еще два замечания технического свойства. Первое. Мы все-таки в 21 веке, да? Давайте просто проверим. Вот здесь сидящие. Кому из вас что-нибудь говорят слова о библиографических менеджерах? Поднимите, пожалуйста, руки. Характерно. Не все подняли руки. Спасибо. А вот теперь я называю, для тех, кому ничего не говорят, сейчас будет звучать тарабарщина, но вы отзывайте с поднятием рук. Эндноут. Зотера. Ага. Менделей. Прекрасно. Вот. Чудесно. Для тех, кто не поднимал руки, библиографический менеджер, программа, помогающая вам работать с библиографией к вашим работам, может показаться трудоемко. Первое, особенно создание первичного, первичное, когда у вас еще нет списка литературы, нет набранной литературы, и вам каждое наименование надо вбивать в карточку по полям, фамилия автора, имя автора, название работы, название журнала, год страницы. Если у статьи в журнале нет ДОИ, конечно, если есть ДОИ, это вопрос занимается. ДОИ, Digital Object Identifier, вот номер, по которому идентифицируется статья. Понятно, что это занимает какое-то время, но если представить себе, что вы пишете не одну работу в жизни, и даже не одну работу в году, а вы пишете на какие-то сопоставимые темы, довольно много текстов, у вас очень скоро литература, которую вы набираете, начнет дублироваться. Вы начнете сталкиваться с теми же пунктами в списке, которые вы уже знаете. Так вот, вместо того, чтобы заново в новом Вардовском документе воссоздавать полное библиографическое описание, куда легче ткнуть пальцем в кнопочку, и библиографический менеджер сам вставит вам нужную ссылку, правда? Это экономит время, ребята. Вот, об этом я, ну, как бы, если кому-то надо, и актуально, я могу потом рассказать отдельно и что-то порекомендовать. Второе, гораздо менее очевидное и чуть более трудоемкое. Запомните, пожалуйста, ни одна статья, я не говорю про книги, ни одна статья не должна пройти для вас бесследно. Что это значит? От каждой прочитанной статьи. Даже если вы поняли, что эта статья ошибка, вам она не нужна. Вы повелись на название, вы ее прочитали, а оказалось, что она лишняя бывает. Все равно. Один абзац. Заведите себе на нее один абзац. Аннотацию сами только не скопируйте. Сами напишите своими словами. Это внутреннего пользования документ только для вас, да? Если работа вам нужна, если вы попали в ту статью, в ту книгу, которая вам вот вжила, да, не потрудить, не поленитесь, сделайте конспект. Конспект, в котором внимательно, вот здесь можно работать методом копипаст, если она есть в электронном виде. Конспект, извините за базовое знание, это подборка цитат с указанием страниц. Это не ваш пересказ цитат. Забудьте про то, чем у вас учили в средней школе, я вас умоляю. Вот, забудьте, навсегда забудьте. Вот, не надо пересказывать своими словами чужие тексты. Если вы хотите сделать конспект, скопируйте и вставьте нужную цитату, и укажите страничку, откуда взяли. Вот. И обязательно, обязательно попытайтесь избежать еще одного. Ребята, у вас, у многих есть компьютеры, я вижу. Вот, печатают вообще все. Это понятно. Вы задумайтесь когда-нибудь, что вам за всю жизнь не создать столько вардовских документов, чтобы забить полностью свой жесткий риск. Ну, не справитесь вы с этой задачей. Не надо. А следует, не надо бояться создавать вардовские документы или текстэшки, или что-нибудь еще. Одна статья, один файл. Одна статья, один файл. И файл называется именем этой статьи. Если вы ведете библиоменеджер, кстати сказать, то в той же Затера или в том же Менделей просто есть отдельное поле заметок, куда можно вот этот конспект вставлять. И тогда можно не ввести отдельную картотеку файлов. Немножко легче. Вот. Но одна статья, один файл. Одна из самых страшных ошибок, которые совершают студенты, причем самые разные, это в процессе подготовки курсовой работы создать файл, назвать его ну что-нибудь типа там КР или для КР или выписки ККР, неважно. А дальше в этот файл последовательно сваливать все выписки всех статей, которые вы читаете. Послушайте, этот файл вам хорошо, если послужит один раз. Вот конкретно к этой курсовой работе. А потом эту братскую могилу можно будет только стереть. Потому что разобраться в ней еще раз, год спустя, вы не разберетесь никогда. гораздо проще в этом плане иметь под курсовую работу папку и в ней просто насчитанная литература по одному файлу на одно название. Но будет у вас много файлов. Но это не криминал. Лишь бы вы знали, где они лежат. Разобраться потом будет проще. Почему я делаю упор на то, что потом? Потому что еще одна ошибка, которую часто делают, очень часто делают студенты, на самом деле не только студенты, мы просто о студентах говорим сейчас. Это жизнь по принципу Людовика XV. В смысле после нас хоть потоп. Не после нас, а после этой курсовой работы. Я этой темой больше никогда заниматься не буду. Я никогда к ней больше... Да и что я буду сейчас заботиться о том, как у меня информация собрана? Я этой темой больше никогда заниматься не буду. А вы не завекайтесь. Жизнь долгая. Жизнь долгая. А литература ее не так и много. Вы будете возвращаться к одним и тем же названиям. Будете, будете. В следующий год, через следующий год, будете. И вот тогда вы уткнетесь лбом в этот безразмерный файл, в котором вы будете проматывать до морковки на заговенье, пытаясь вытащить все нужное, что там есть. Не надо такого делать. И так вы читаете литературу и делаете выписки. И последнее, что я скажу про чтение и делание выписок, я завяжу это на то, что говорил в самом начале. Помните, я сказал, сядьте и напишите себе цель и задачи. У вас есть цель и задача, вот те вопросы вас направляющие и ограничивающие. Вы сами себе их написали и ваш мозг это себе зафиксировал. Поверьте, это на самом деле так. Поэтому, когда вы читаете дальше текст, вы его автоматически читаете через призму поставленных вопросов. И выписки делаете не просто ой, какая интересная мысль, а так, это бьется с такой-то задачей, поставленной мной, выпишу. О, это точно про цель, о которой я писал, писал, выпишу. У вас этот формат уже задан, да, то есть программа поиска уже работает в строго заданном ей алгоритме. Если этого абзаца нет, если тема не зафиксирована, если проблема не поставлена, вы вот эту вот работу по поиску информации будете делать примерно на 60% впустую. Вы все равно ее сделаете, просто вам придется прочесть на 60% больше, и это окажется шлаком. Жутко обидно, если честно, выбрасывать то, что ты сам когда-то делал. Вот. Но вот вы сделали, вы набрали всю научную литературу, которая вам нужна. Параллельно с этим, параллельно с этим, вы делаете тоже с карандашом в руке, ну или там с курсором, с мышкой, с карандашом в руке, вы делаете еще одну работу такого же свойства, но зато с известными текстами. Ну, то есть, понятно, в случае Достоевского и Камю, это ряд произведений Достоевского и произведения Камю, которые вам нужны, вы читаете то, что называется первоисточниками, читаете и размечаете себе этот текст, читаете, делаете выписки. Опять-таки, только после постановки цели и задач, тогда вы из текста начинаете вытаскивать то, что вам нужно под эти цели и задачи. Текст источника читается, ну, давайте так, я скажу по моему опыту для бакалавра, текст источника читается трижды. Первый раз он просто читается, ну, просто как повествование, вы читаете текст, вы знакомитесь с текстом, вы же не можете знать все книги, написанные под этим солнцем, да? Просто читаете, сюжет ловите, кайфуете. Второй раз вы читаете с карандашом в руках и делаете разметку уже там либо на полях галочки, либо выписки, либо цветом выделяете, что вы там, кто как работает с текстом, да? Но выделяются нужные фрагменты. Третий раз этот текст читается по размеченным фрагментам, как бы так прыгая, остальное все, что остается неразмеченным, пролистываете, пролистываете перед глазами, да, пробегая вот так вот быстро, на настоящем быстро, не тратя на это много времени. Задача третьего чтения понять, у вас складывается какое-то цельное полотно. Вы все набрали, что хотели, или вам что-то не хватает? Это самое короткое, самое быстрое чтение из всех трех, но его тоже надо сделать. Итак, по итогу самой длинной части, а, ну да, давайте уже о времени, самая длинная часть, тема курсовой утверждается когда? Напомните, пожалуйста. В ноябре. А сдается курсовая в середине июня. Ну, в мае давайте, у кого-то в апреле, у кого-то в июне, ну давайте в мае, как среднее просто. Сдается в мае. Смотрите, вот мы имеем ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, все, май уже все, граница. Мы имеем полгода. Вот набор материала, если начинать с ноября, вы честно, спокойно отдайте на это три месяца. Иногда четыре. Не бойтесь, что вы не успеете, вы успеете. Вы успеете. Главное, вычесать материал, выбрать материал максимально полно. Лучше вы доберете что-то лишнее, потом не понадобится. Лучше вы прочтете лишних там 30, ну ладно, ладно 30, лишние три статьи и лишнюю книжку. Ничего страшного. Это лучше, чем не дочитать, я вот о чем говорю. Лучше, чем не добрать. На следующей стадии возвращаться за ненабранным материалом безумно сложно. Очень. Поэтому вот вы вычесываете все закрома. Ну, я не знаю, мне как-то, мне не надо объяснять собравшимся вот эти вот несколько букв. Все знают адрес, да? Вот, понятно, что я его не говорил. Понятно, что вы вычесываете, вы вычесываете, смотрите, да? Вы вычесываете все, что можно найти в электронной библиотеке вышки, пока нам в связи с санкциями не отрубят доступ к западным базам, что случится, как я понимаю, довольно скоро. Вот, пока не отрубили, можно вычесывать. А дальше Либген, Сайхаб. Либген – это книги, Сайхаб – это статьи. Это крупнейшая пиратская база интернета. Ну, не пользоваться, ну, грех ведь великий, не пользоваться таким богатством. Там есть почти все, что можно себе представить. Там есть, если не почти все, то многое. Но давайте допустим, допустим ситуацию, на самом деле не такую редкую. Вот вы пишете какую-нибудь тему, так, кроме Достоевского и Камюш, что-нибудь по Европе есть из темы или по Америке? Идеология Гаитянской революции. О, шикарно. Вы пишете идеологию Гаитянской революции. Прекрасно. И вы сталкиваетесь с тем, что вы, там, не знаю, из десяти нужных вам наименований из двадцати, вы нашли десять в открытом доступе, в пиратских базах, еще пять вы нашли в бумаге, в хранилищах библиотек, ладно, хорошо, почихали, посидели в читальных залах, ничего, еще пять вам надо, но нету. И вот здесь, вот здесь на сцену второй раз за нашу с вами встречу выходит научный руководитель. если у вас еще там пять, десять наименований, которые надо, но нету, спросите у научного. Потому что, во-первых, почти у каждого из нас, в смысле, из преподавателей, есть свои электронные библиотеки объемом, зачастую превосходящие Ленингу. Ну, по нужным отраслям, не по всему сразу, конечно. Вот, потому что ездим, потому что фотографируем, потому что, потому что, потому что есть. Но даже если у научного нет, то у научного есть коллеги за рубежом, а коллегам за рубежом можно написать письмо, а они в ответ пришлют ПДФ. Серьезно говорю, совершенно серьезно. Просто этот, как бы сказать, этот инструмент надо использовать с умом, но отказываться от него не надо. Это еще один из инструментов поиска. Не все можете сделать вы сами. Не стесняйтесь просить о помощи. Если вы понимаете, что вам эта статья или эта книга на самом деле нужна, не стесняйтесь просить о помощи. В конце концов, наука, простите за высокопарность, это сетевая структура. До тех пор, пока мы общаемся просто горизонтально, пусть даже внеинституционально с нашими коллегами, мы сильны, мы живем. Как только мы позволяем себя отрубить от связей, запереть в клетке о четырех стенах без выхода во внешний мир, наука кончается. Национальной науки не бывает. Это на всякий случай. Наука либо есть, либо нет. Но она одна. Минутка закончилась. Поэтому научных не стесняемся просить. Но вот вы набрали все, что можно набрать. Все. Набрали, прочитали, все выписки сделали. Уф. Что делается дальше? Дальше вы себе даете дня примерно, ну, неделю, ладно, одну неделю отдыха. Отдыха, я сказал, от курсовой работы. То есть вы убираете с глаз долой все выписки, вы занимаетесь чем-нибудь другим, нет, в идеале вы просто гуляете с любимыми людьми и пьете кофе. Вот или не кофе, или не пьете. Но, как бы сказать, идеал в нашей жизни встречается редко, поэтому, наверное, вы сдаете какие-нибудь зачеты или пишете какие-нибудь работы по другим дисциплинам в этот момент. А потом возвращаетесь к набранному. Начинается самая сложная часть. Потом возвращаетесь к набранному и там вы начинаете ну, фактически то, что вы будете делать больше всего чисто графически напоминает раскладку пассианса. Вы начинаете перетасовывать все выписки, которые есть, перераспределяя их по, внимательно сейчас, по поставленной цели и задачам. Вот здесь цель и задачи неплохо бы скорректировать. Материал-то уже набран. Ну, вы же как-то, у вас что-то изменилось, да, вы вот в голове. Вы начинаете выстраивать структуру вашей работы. Что такое структура? говоря проще, структура, ребята, это оглавление. Это оглавление. Вы начинаете писать оглавление текста, текста еще нет, а оглавление вы его пишете. Вот. Правила написания структуры, они очень просты. Во-первых, помните про правила один к трем. Применительно к курсовым это почти догма. То есть, ну, можно, конечно, попытаться нарушить, можно, никто не запрещает, но это практически догма. Курсовая содержит в себе три главы. ВКР содержит в себе три главы. Три главы. О текстах большего объема я пока говорить не буду, доживете, там будет другой разговор. Вот. Три главы. Запомните это, пожалуйста. Ну, у историков есть на эту тему хороший присказ, что это играет, вот так играется что, где, когда. Ну, потому что, если мы берем тему, не знаю, представление о королевской власти в Леоне и Кастилье 13-14 веков, условно, вот, то мы говорим, да, концепт власти, Леон Кастилье в известный период, ну, вот, и, соответственно, королевская власть и ее репрезентация. Ну, это так просто сходу, да, можно по-другому распределять, я показал то распределение, которое просто в голову лезет. Вот. Три главы, всегда три главы. Вот. Это просто запомните. Следовательно, следовательно, к цели может быть поставлено внимательно три задачи, шесть задач, девять задач. Говоря проще, количество задач кратно количеству глав. Потому что, когда вы пишете цель и задачи, вот, собственно, почему это так важно, когда вы пишете цель и задачи, вы, по сути, выстраиваете скелет вашей будущей работы. Задачи всегда коррелируют с главами. Всегда. исключений не бывает. Это на всякий случай. Нет, исключения бывают, но на уровне кандидатских, докторских диссертаций там иногда встречается, в одной главе решается три задачи, в другой одна задача, едва-едва, в третьей пять задач. Но это другой масштаб работы, не надо его трогать пока. Там свои просто подводные камни есть, и вам они пока не нужны. Вот. Вы начинаете выстраивать структуру. Кому как проще. Ну, вот, видите, тот вариант, который я показал, это то, чем я обычно занимаюсь. То есть, если бы я сейчас показывал что-нибудь из своих рабочих блокнотов, вот эти вот А4 блокноты, и в них листы исписаны вот такими вот схемками граф-схемками, где будут всякие вот такие вот множецы штуки, но только в каждой клеточке, в каждом кружочке будет подписано содержание, разумеется, да, и там одна статья, например, ну, объемом в итоге страниц на 40, это 9-12 вот таких листов А4, исчерченных просто вот полностью. кто-то так, я так делаю, кто-то пишет ранжированные списки, ну, как классическое оглавление, да, 1-1-1-1-1-1-1-А, вот, задача, здесь правило, на самом деле, только одно, других нет, все остальное свобода, свобода творчества, главное, собственно, самое, главное, самое тяжелое, что надо сделать вот в ходе вот этого действо, надо придумать заголовки. Я вас сейчас чуть-чуть отвлеку мысленно. Есть среди вас те, кто читал в детстве Жюль Верна какого-нибудь? Есть, да, Жюль Верн, Майн Рид, Александр Дюма, вот эта вот великая литература, великая бульварная литература 19 века. Понимаете, да, открываете оглавление, там, глава 25, в которой рассказано, как наши герои попадают в события, которые выйдут им боком, а потом едут вдаль на лошадях, встречают путника на дилежансе, всадника без головы, и эта встреча заканчивается тем, что вы прочтете. Никогда так не делайте. Никогда так не делайте. Не надо. Второе, что не надо делать, это писать слепые заголовки. Глава 1. Глава 2. Глава 3. Это не заголовок. Вот. Заголовок должен быть коротким. Это очень тяжелая работа. Вот то, что я сейчас говорю, занимает у вас из оставшихся двух с половиной-трех месяцев, занимает у вас полтора. В чистую. Вот. Заголовок должен быть коротким, назывным. Там не должно быть глаголов. Ну, как правило, исключения бывают, но редко. И главное, он должен быть, простите, пожалуйста, кристально ясным. Вот. Когда вы заканчиваете структуру... Я сейчас еще скажу об одной операции промежуточного свойства, но когда вы заканчиваете структуру, вот у вас она на листе бумаги отобразилась оглавлением, да? Есть простое упражнение. Те из вас, кто живут в домашних условиях, у вас для этого есть родители в качестве подопытных этих самых подопытных. Те, кто в общежитии, еще легче соседи. Те, кого не жалко. Вот. Вы даете... Людям я шучу немножко на тему не жалко. Вы даете человеку листочек со структурой, с заглавием и структурой, да? И просите прочесть. Не в смысле вслух с выражением, а в смысле сказать, все понятно или нет. По оглавлению, по оглавлению должно быть понятен ход вашей мысли. По оглавлению должны быть понятны основные пункты, которые вы хотите отражать. Понятно? Вот это самое сложное, без дураков. Сложнее этого не будет ничего. Еще одна вещь, которая делается в ходе работы над структурой. Смотрите. Вы выстраиваете структуру. Параллельно у вас идет этот безумный пассианс из выписок, конспектов, библиографии, что-то еще, что-то еще, что-то еще, да? И структура выстраивается. Вот здесь, последний раз, у вас могут поплыть задачи. Они могут переформулироваться, могут меняться местами. Вы можете увидеть, что вы неправильно поставили этот вопрос. Потому что у вас, допустим, вы начертили себе структуру, ну вот она, да? Вы начертили себе структуру из трех глав, и каждая глава держится на трех параграфах, а каждый параграф там на сколько-то под параграф бьется, да? Вы себе это сделали, вы большой молодец. Вы начинаете проверять распределение материала, и в ужасе схватаетесь за голову, потому что понимаете, что вот в этом параграфе, вот в этом вот, материала гораздо больше, чем, простите, вот в этой главе. Ну просто вот вы ошиблись где-то, да? У вас вот здесь материала в параграфе, в второстепенном разделе. У вас материала, он сколько набрано важного, который надо использовать, надо описывать, надо анализировать. А вот здесь вроде бы глава, вроде бы серьезный блок, да? А у вас с гулькин нос, выписок-то у вас нету, не с чем работать, не на чем писать. Что это значит? Это значит вот здесь, это все еще работа второго этапа, это работа над структурой. Это значит, что, конечно, мы вот этот параграф вытаскиваем в ранг главы, вытаскивая отсюда, да? А вот эту главу мы превращаем в параграф и ставим в подчинение к, допустим, вот к этой главе, да? Ну и так далее. Вот такие перестройки могут идти довольно много раз. Задача, чтобы у вас в итоге появилось два документа. Два документа. Первый документ, это я сказал, это вот оглавление, которое вы показываете там свату, брату, научному руководителю. Структуру, извините, я не сказал, структуру обязательно. Обязательно, ребята, обязательно с большой буквы О, вот это догма. Вот для этого у вас есть научный. Структуру должен завизировать научный. Завизировать, это не значит посмотреть, сказать, вот какой молодец, иди пиши. Не. Завизировать, это значит посидеть с вами над структурой, обговорить, показать, где у вас лажа, потому что он это может видеть гораздо лучше, чем вы, ну просто в силу опыта. Всего, вот, когда вы работаете уже на уровне ВКР, кстати сказать, у научного зачастую только и остается, что опыт. По объему знаний вы можете его уже превосходить, вот по этому вопросу. У вас начитано больше. Но у него, на его стороне опыт, на его стороне редакторская практика многолетняя, поэтому структуру сверяйте с научным. Второй документ, который у вас появляется по результатам работы над структурой. Внимательно. Он гораздо большего объема, его не надо распечатывать. Он гораздо большего объема, и он только ваш, внутренний. Это та же структура, но, внимательно. Когда под каждым заголовком, под каждым подзаголовком, да, у вас просто методом копипаста уже появляются все выписки из источника, которые вы хотите разбирать в этом параграфе. Все ссылки на литературу, которые вам нужны в этом параграфе, желательно с указанием страниц. Я же говорю конспекты, конспекты. Или хотя бы, если нет указаний страниц, просто хотя бы отсылка к нужным статьям. Эти статьи там должны быть, ну, просто перечислены, да, вот копипастом натурально вставлены. То есть у вас должна получиться максимально подробная карта работы, в которой нет только одного до сих пор текста. Все остальное должно быть. И когда вы это сделали, и дали себе еще неделю отдохнуть, я настаиваю, обязательно, нельзя садиться сразу писать. Вот, дали себе еще неделю на отдых, а потом вернулись, сели писать. Вот здесь самый скучный этап написания работы. Помните, я сказал, что до этого момента вы ничего не пишете? Ну, я немножечко солгал. Чуть. Есть одно... Не правило, а такое, как сказать. Один, ну, даже методом назвать нужно. Ну, да, метод. Вот, я его уцепил у моего друга, замечательного журналиста Юрия Васильева. Если вы в ходе набора материала на первом этапе, в ходе построения структуры на втором этапе, вы слышите, что в голову пришла какая-то мысль. Еще не связанный текст, это еще не там, не параграф. Ну, мысль какая-то пришла, да, в голову. Ну, запишите ее. Вольным текстом на страничку на две. Запишите, запишите. Может быть, не пригодится. А может, вы ее потом встроите. А может, это окажется ключевой мыслью. Запишите, потому что у вас нет гарантии, что вы ее сохраните в голове, и она к вам потом вернется. Может, да, а может быть, и нет. Но системно, системно вы ничего не пишете. До третьего этапа. И вот начинается третий этап. Он скучный до омерзения. Вы просто описываете свое исследование. Вы пишете текст, курсовая работа. Сначала пишутся главы, главы пишутся в произвольном порядке. Причем пишутся, смотрите, вот у вас есть вот эта вот структура с кусками источников, да? Вот с какого места хотите, с такого начинаете. Не обязательно даже с начала главы начинать. Хотите начать там с какого-нибудь параграфа? Ну, напишите этот параграф. Есть люди, я их знаю, которые пишут вообще лоскутным методом. Там параграф, отсюда параграф, отсюда. Два параграфа здесь, глава здесь. О, а у меня уже появился там хороший объем текста. Вот, это, повторюсь, кому как удобно, да? Я обычно пишу линейно, то есть сажусь и просто уже пошел вот катком. Но люди очень разные. Сколько людей, столько тактик в данном случае. О, слово нашел, тактика, забыл я ее. Вот. И в итоге здесь вы следите только за, внимательно, двумя вещами. Двумя. Первое, вы, простите, пожалуйста, следите за логикой. Вы следите за логикой вашего текста. И, пожалуйста, забудьте, не бывает женской логики, мужской логики, линейной логики, нелинейной логики, авторской логики. Вот за это просто убивать надо. Бывает одна. Она же формальная, она же аристотельная. Вот станете самостоятельными учеными, станете писать уже не квалификационные работы, а что-нибудь вольное, красивое. Развлекайтесь как хотите. Хоть языком булевой алгебры всю книжку. Ваше дело. Но пока вы пишете квалификационные работы, запомните, если А плюс Б равно С, то С минус Б не может быть равно Д. Ну, если только Д, не тождественно А. Ну, тогда зачем вводить новую перемену, понимаете? Вот это, пожалуйста, запомните, потому что отсылки потом, вот я художник, я так вижу? Нет. Ну, нет. Вы видите, неправильно. Вот. Вы следите за логикой. И второе, простите, пожалуйста, вы следите за аккуратностью. Мой учитель, долгие годы мои научные руководители, сейчас учитель, старший коллега, друг, очень любит повторять фразу своим ученикам, пусть будет безобразно, зато единообразно. Вас никто, я вот сейчас скажу, крамольный, особенно в присутствии Владислава Эриковича, еще и под запись, но все равно скажу, ни в одном документе нормативном, ни в одном, вас никто и никогда не обязывает оформлять все сноски в своей курсовой или ВКР в стиле ГОСТ. Нет обязательства работать со стилем ГОСТ. Запомните это. Стилей библиографических, как собак нерезанных, простите, это мы только ГОСТом живем, да и то уже не все, слава богу. Вот, стилей очень много. Задача, ну, собственно, оформление может быть разным, да, можно выбрать стиль Чикаго, можно выбрать, там, американскую социологическую ассоциацию, даже, шестой стиль уже по счету. Можно еще что-нибудь выбрать, неважно. Вот, главное, выбрав один стиль библиографического описания, вы держите его на протяжении всей работы. Строго. Любой. ГОСТ, ГОСТ, но тогда это ГОСТ везде. ACA, ОК. Тогда это ACA во всей работе. ASA, конечно. Вот. APA аналогично. То есть, вы выбрали и по нему уже пошли. Вот, за этим вы следите. Последняя, еще одна вещь, за которой вы следите, когда вы пишете работу, есть одна ловушка. Я не знаю, я сказал, что это самый скучный этап. Есть одна ловушка, ловушка автора, она называется. классическая, в нее попадают все. Просто, я нескольких раз за последние годы сталкивался с неприятными результатами в исполнении своих студентов, тех, которыми я в семинарах работалю. Раньше этого не было. Но сейчас, не знаю, то ли у вас нервная организация тоньше, чем у нас, то ли что. я часто вижу вот эти вот вещи. Значит, пожалуйста, когда вы пишете, у вас естественная реакция, услышьте меня, естественная, физиологическая. Господи, какой чушь я пишу. Еще точнее, боже мой, я бездарь. Мне надо отчислиться из университета, пойти в дворники. Нет, в дворники не возьмут, в помощники дворника, потому что я пишу очевидные всем вещи. Нет. Вот извините, я просто несколько раз столкнулся с тем, что мне не сдавали работы, ну не курсовые, конечно, а рефераты, эссеи. Когда я говорю, почему, мне говорят, ну я пишу очевидные всем вещи, но это же явно, ну что ж, я буду сдавать глухую очевидность, но это же нельзя, это я бездарь. Вот. Дамы и господа, я сейчас не издеваюсь, поверьте, пожалуйста, не шучу, не ерничаю. То, что вы пишете, вот почему эта ловушка возникает, потому что до этого вы укопались, зарылись в материал, вы его весь через себя пропустили, вы все это разбили на записи, выписки, вы выстроили многоуровневую структуру, вы уже провели исследование, поймите. Вы его в голове уже провели, оно уже отразилось в скелетной структуре, почему я сказал, что по структуре должна быть понятна ваша мысль, потому что исследование готово. И вы знаете результаты, но это вы знаете эти результаты, я их не знаю. Бойцов их не знает, Кузьминов их, виноват Анисимов, не знает, Кузьминов тоже не знает, никто не знает. Это вы знаете, это вы знаете, это вы бьетесь лбом в ловушку очевидности, да? Вот. Вот вы написали, поэтому, пожалуйста, не один человек в здравом уме, трезвой памяти не способен объективно оценить свой текст, тем более в процессе работы. Запомните это. Запомните это. Вы пишете сначала все главы, потом вы пишете заключение. С заключением ровно одна сложность. Каждая глава должна заканчиваться выводами, это понятно же, да? По-хорошему, каждый параграф заканчивается мини-абзацом выводов, глава заканчивается страницей выводов уже. В заключении вы суммируете выводы работы. Распространенная ошибка, которую совершают каждый год, это составление заключения по методу копипаст. Ну, выводы первой главы, выводы второй, выводы третий. Хоп-хоп-хоп. Нифт. Это можно сделать, но это будет часть заключения. Это можно сделать, можно, но это часть заключения. Помните, смотрите, у вас есть цель, первая задача, вторая, третья, да? Допустим, все корректно сформулировано, допустим. Возьмем эту гипотезу. Вот вы побежали. Выводы по первой задаче есть. Ответ. Выводы по второй есть. Выводы по третьей есть. Вот вы их скопипастили и вставили в заключение. Хорошо. Но там по-прежнему нет целевого вывода, главного. Как это пишется? Это немножко сложно, но на самом деле уже не очень. Вы просто проводите, извините, анализ второй ступени. Только теперь объектами для анализа выступают три сформулированных вами вывода. вы их анализируете и на их основе делаете вот этот программный вывод. Это не получится сделать копипастом. Это самостоятельный текст, зачастую самый интересный во всей вашей работе. Если он грамотно написан, то заключение читать интереснее всего. Вот. А последним пишется введение. последним. Вы еще живы? Я займу еще немножко времени. Вот. Значит, последним пишется введение. Я сейчас коротко, совсем коротко расскажу, как пишется и зачем оно нужно. Но почему последним? Потому что есть правило введения, это постановка вопроса. Заключение это ответ на вопрос. Опять обращу, верну вас в самое начало. Помните, вы в самом начале сели и написали цель, целевой вопрос и задача. Потом вы начитали источники. Что-то изменилось, сдвинулось. Потом вы начали выстраивать исследование. Выстроили. Но в процессе вы пошли за источником. Но это нормально. Вы пошли за ним. У вас что-то передвинулось местами. Что-то изменилось. И зачастую, когда вы пишете заключение, ответ там звучит уже не на поставленный вами во введении вопрос, а на какой-то другой в сторону немножко. Значит ли это, что вы сделали глупость и ошиблись? Нет, не значит. Это значит, что эмпирик, когда материал повел вас за собой. Это нормально. Вот, это нормально. И поэтому введение пишется последним для того, чтобы грамотно поставить в нем вопрос, чтобы вопрос, поставленный во введении, точно соответствовал ответу в заключении. Потому что первое, вот я вам открою страшную тайну, надеюсь, никого не обижу и не оскорблю сейчас. Ваши великие опусы, в смысле курсовые, когда вы их сдаете на защиту, как мы их читаем? Ну вот, я член комиссии по защите курсовых, по защите ВКР, регулярно сижу. Как мы читаем на защите, допустим, ВКР? То есть, натурально, если это мой студент или там моя ученица, я знаю, что там написано, я же это курировал, но, допустим, я получаю работу, в той комиссии, где я сижу, защищается среди прочих работа по гаитянской революции, по ее идеологии. Я, простите, конечно, знаю, когда была гаитянская революция, но ни одного текста по ее идеологии я никогда не читал, вряд ли когда-то буду, будем честны. Никому не говорите. Вот, и вряд ли когда-то я буду это читать, будем, опять-таки, честны, да? А мне надо как-то оценить работу. Ну, я же должен что-то сказать-то вообще. Что я делаю? Я беру ВКР и пока там студент на мои результаты, мои источники, вот это все. Пока все это звучит, что я смотрю? Я смотрю введение и заключение. И если я вижу, что вопрос соответствует ответу, вот тут я могу, если меня что-то заинтересовало, влезть в какую-нибудь голову, посмотреть тот или иной тезис, задать вопрос что-нибудь уже по сути. А если я вижу, что вопрос один, а ответ другой, а мне не надо смотреть, что там в самой работе, мне уже неинтересно. Если человек не может выстроить вопрос-ответ, то зачем мне смотреть, что он там что-то доказывает? Кому какое дело-то, что там доказывается? Вопрос всегда должен соответствовать ответу? Всегда. А добиться этого можно только одним способом введения, и пишется последним. Ну, либо, если вы решили, что это все необязательно, и написали введение первым, или там, не знаю, на низе от вас потребовали введение, вы его взяли и написали, будьте готовы, что вам придется его переписывать, когда уже все закончено. То есть, когда я говорю, введение пишется последним, я говорю только потому, чтобы не заставлять вас дважды делать одну и ту же работу. Поверьте, это довольно точно. Вот. Соответственно, когда вы текст закончили, дайте, пожалуйста, ему день-два вылежаться, а потом перечитайте. Когда будете перечитывать, руки натурально связать за спиной и скотчем, голову зафиксировать, чтобы лбом не биться о клавишу эскейпа или бэкспейса. Вот. Текст не стирать. Я сказал не стирать. Перечитывается на предмет, простите, пожалуйста, грубых ошибок. Перечитывается на предмет грамотного русского языка. Нормальное чувство в процессе перечитывания, нормальное чувство. У здорового человека, это у почти у всех. Нормальное чувство в процессе перечитывания, легкая тошнота. Или нелегкая. Вот. Желание выбросить это куда-нибудь вместе с ноутбуком. Это нормально. Это нормально. Потом вы к этому тексту будете относиться по-другому. Потом вы его сможете читать по-другому. Но сейчас ваш организм отходит от того стресса, в который вы его вогнали, заставляя, как бы сказать, концентрированно выражать свои мысли. Это тоже стресс. Мозг к таким вещам не приспособлен. Ну, приспособлен, но плохо. Вот. Вы его вгоняете в стрессовую ситуацию. Он реагирует на это, что уберите от меня эту бяку. Не хочу больше. Потом вы начнете к этому тексту относиться по-другому. А здесь надо сделать последние усилия, не дать себе, не дать вот этому ощущению сломать свою работу. То есть все равно пошлите ее. Вы не можете адекватно оценить этот текст сейчас. Вам надо всего лишь нажать на кнопочку «Послать». И сделать это надо обязательно. Вот. Так. Но последнее что? Это введение. Одновременно одна из самых сложных, одна из самых интересных, самых скучных частей работы. Кому как. Здесь несколько. Я очень быстро это покажу. Потому что на самом деле... На самом деле это не так, чтобы... Очень сложно. Смотрите. Введение пишется с двумя целями. Введение пишется, во-первых, для того, чтобы показать всем читателям, почему и зачем им надо читать вашу работу. Это неочевидное знание, надо сказать. Автоматическая реакция, что зачем мне это читать, вы же понимаете. Введение пишется, чтобы заинтересовать в теме и дать понять, что это клево, это надо читать. А второе введение пишется, чтобы прикрыть вам спину. Показываю. Начинается все с того, что вы формулируете тему. Переформулируете ее в вопрос. Вспомните то, что я в самом начале сказал. На самом деле, эта операция переформулировка темы, утверждение в вопрос, или в косвенный вопрос, это называется жутким названием «проблематизация темы». Вы ставите проблему, вот тот вопрос, на который вы будете искать ответ. Вот вы поставили этот вопрос. Вы написали два предложения о теме. А дальше вы говорите, смотрите. Тему, собственно, тема, как правило, бывает довольно широкой. А курсовая, как правило, работа небольшого объема. Ну, вряд ли вы пишете курсовые по 150 страниц, да? То есть, вы берете, ну, даже в случае вот с Достоевским и с Камью, да? Скажите, пожалуйста, на каких произведениях вы пишете работу? У Достоевского? Бесы и преступления и наказания. Все? Никто не сомневается, что у Камью есть тексты, кроме чумы. У Достоевского есть больше романов, чем эти два. А есть еще эссе, переписка, ранние тексты. Вот это все, да? Вот первое, что вы делаете, когда вы поставите, поставив проблему, да, следующий круг. Вы прикрываете, вы жестче формулируете, сужаете тему. Вы говорите, я эту тему буду исследовать вот в этих вот рамках. Потому-то, потому-то, потому-то. Здесь все это надо аргументировать, конечно. И аргументация, я художник, я так вижу, не катит. Рационально, да? Почему вы считаете, что поздний Достоевский релевантен для темы абсурда, а ранний не релевантен? Вы же почему-то так считаете? И больше того, вы почему-то считаете, что вы пишете по Достоевскому и Камью, да? Почему вы не берете, скажем, абсурда, ну, вы говорите, Достоевский и Камью. А где Сарта? Нет, я спрашиваю, где Сарта? А почему вы не берете Толстого? Это что за дискриминация великая русская литература? Ну, я, как вредный член комиссии, я же могу задать такой вопрос. А вы говорите, ну, позвольте, позвольте, позвольте. В теме сказано Достоевский и Камью. Я не отвечаю за то, что писал Сарта. Я, может быть, не пишу вам в этом следующую курсовую работу. Но сейчас я не отвечаю на эти вопросы. Вы себе просто прикрыли спину, да? Вы себе обосновали, что вы пишете. Дальше начинается веселое. Дальше вы говорите, смотрите. И эту тему, эту проблему больше того, я собираюсь решать на основании, базируясь на вот таких-таких-таких источниках. Вот здесь звучат слова, ну, в случае с Достоевским и Камью, что мы берем бесов и преступления и наказания, но мы не берем бедных людей, переписку, ну и так далее, так далее, так далее. Братьев Карамазовых, отдельно легенду о Великом Инквизиторе, любимую всеми, даже те, кто ее не читал. В общем, неважно. Вот здесь вы говорите, вот мои источники. Когда вы пишете про primary sources, вам надо ответить на самом деле на два вопроса. Ну, так, кроме философов есть кто-нибудь в зале? Покажите, пожалуйста. Не философы. Историки есть. Хорошо. А кто еще есть? Медиа коммуникации. Медиа ком. Медиа ком это отдельная вселенная. Юристы. Хорошо. Смотрите. Здесь просто есть, как бы сказать, есть требования к историкам, есть требования к философам. У медиа кома своя вселенная, я не шучу. Вот. Требования к историкам и философам отличаются в данном случае тем, к историкам требования жестче. Извините. От философов меньше ждут в этом плане. Менее строгость. С философом, я сейчас начну с малого, потому большому. Философам надо ответить, по большому счету, обосновывая источники, надо ответить на один вопрос. А обоснуйте репрезентативность выбранных источников. Что их достаточно, их хватит для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Что отобранной, отобранного подборки, отобранного количества достаточно для того, чтобы, да? Это именно те тексты, которые вам нужны. Если мы говорим про историков, у них есть еще один вопрос. То есть вопрос репрезентативности – это внутренняя критика источника. Но есть вопрос достоверности – это внешняя критика. Это то, на что философы не отвечают, как правило. Юристы отвечают. Юристы отвечают. Зачастую проще, если вы работаете с современным правом, да? Но если там что-то историко-правовое влезает, то а какими текстами вы пользуетесь? А когда эти тексты были созданы? А с какой целью они создавались? А на какую аудиторию были рассчитаны? Понятно. Да, вот все вот эти вопросы, на них историки-то отвечают. Вот философам важно ответить, в данном случае, я не издеваюсь и не шучу. Философам очень важно ответить на вопрос, а почему вы считаете, что этих текстов, этих прайм и ресурсов, отобранных вами, достаточно для того, чтобы решить поставленную вами задачу? Почему? Почему не надо брать другие? Почему хватит этих? Это вопрос репрезентативности, еще раз. А дальше, хватит рисовать круги, будем рисовать цветочки. Дальше вы начинаете писать обзор. Самая большая часть введения, традиционно, это обзор литературы. Всего того, что вы прочли. Всех secondary sources. Не надо, только я вас умоляю, не надо их, что называется, в алфавитном порядке и подробным пересказом. Многие так любят делать, читать это невозможно и совершенно не нужно. Обзор литературы, равно как и обзор источников, отвечает внимательно на один важный вопрос. Что попадает в ваш текст? Как и чем эти тексты важны, внимательно сейчас, для вашей конкретной вот этой работы? Не вообще для мироздания. Понимаете, не надо писать про то, что текст Нобелевского лауреата Амартии и Сена ставит вселенские вопросы бедности, нищеты, голода. Ну и что, что я пишу про концепцию справедливости? Причем в совершенно конкретном, как бы сказать, узком ее аспекте, справедливость, как соразмерность. Не надо при этом писать, повторюсь, про бедных индийцев, страдающих от голода, про полемику с членами Нобелевского комитета, про все, что есть в этой замечательной книге. Не надо. Вам эта книга нужна ради двух страниц. Ну так и напишите, что на страницах там таких-то Амартии и Сен ставят вот такие-то, такие-то, такие-то вопросы. Вот в рамках вашей работы вам нужно это, вам не нужно все остальное. Понятно вот здесь? Вот, то есть здесь на самом деле пишется аналитика. Аналитика, аналитический разбор прочитанной вами литературы. Ваша воля, как вы ее будете группировать? Ну проигрышный вариант группировать, работа на русском языке, работа по принципу языка, да? Это проигрышный вариант, так не надо делать. Вот обычно по проблемному принципу все-таки группируется литература. Вот, и вы говорите, смотрите, вот в работах этой группы сказано вот это. В работах этой здесь вот так. Этот автор обратил внимание на вот этот аспект, эта тройка авторов рассмотрела вот здесь, а вот эта тройка авторов поговорила вот об этом. применительно к тому источнику, не забывайте вот этот круг, к тому источнику, который вы только что выбрали, да? При этом понятно, что может быть, а вот эта тройка авторов вообще писала что-то вот такое, но нам она с вами не нужна, потому что не на нашем источнике. А вы говорите, да? А вот, понимаете, вот они писали об этом, об этом, об этом, об этом, об этом, а вот об этом пишу я. Это вариант, кстати, близкий к идеальному. Это вариант, сразу отвечающий еще и за научную новизну. Обо всем писали, об этом не писали. Чаще всего ваша работа будет располагаться там здесь, здесь, здесь. Где-то на стыке того, о чем писали. Потому что вы можете писать, опираясь на, допустим, существующий в науке спор о каком-то явлении, и вы разрешаете этот спор. Вы можете вводить, ну, вы вряд ли в курсовой будете вводить новый источник в оборот, но все бывает, да? Вот, но вы можете работать столько, что введенным в оборот источником, да? Вот там буквально, там, я пишу эту работу, потому что там год назад впервые вышел русский перевод такого трактата, до этого неизвестного, там, нашему читателю. Ну, условно. Вот, то есть, вы, вот здесь, что вы делаете? Здесь вы позиционируете свою, вы, с одной стороны, анализируете традицию исследований этого вопроса, а, с другой стороны, вы позиционируете свою работу по отношению к традиции. Понимаете, да? Иногда бывает, вы примыкаете к какой-то школе, иногда, наоборот, встраиваетесь в полемику с какой-то школой, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это все проговаривается в этом, нет ничего постыдного, позорного, и так далее. Это надо уметь осмыслять себя, надо уметь встраивать не только в горизонталь существующую, но и в вертикаль. Вот, вы никогда не в одиночестве, поверьте. Кто-то до вас это уже сказал. А кто-то, возможно, говорит это прямо сейчас. Так надо, надо это учитывать и использовать. Дальше, дальше, вот уже дальше, вы говорите, ну, хорошо, вот мы позиционировали нашу работу, вот она, да? Вот здесь, вот. И вот здесь уже пишется последнее, что есть в обведении. Цель нашей работы такая-то. Вот он, целевой вопрос, главный вопрос вашей работы. Задачи нашей работы такие-то. Это прописывается здесь. И цель и задачи прописываются глаголами. Цель пишется глаголами результата. Дать, показать, продемонстрировать, выявить. Задачи глаголами процесса. Сравнить, проанализировать, сопоставить и так далее. Но всегда глаголами в инфинитиве. И запомните, раздел цель и задачи работы, это не тот раздел, где надо разливать воду по столу и писать бесконечные простыни текста. Это короткие, внятные предложения. Желательно, просто ранжированные списком. Цель, для того, чтобы решить, достичь этой цели, надо решить спочку взаимосвязанных следовательских задач. Во-первых, ПАМ. Во-вторых, ПАМ. В-третьих, коротко, внятно, жестко. Вот. И дальше, последняя фраза введения, последний абзац введения, он всегда один и тот же. Я его могу буквально просто продиктовать под запись, что называется. Введение всегда заканчивается одной и той же фразой. Но должно заканчиваться. Структура работ соответствует поставленным задачам. Точка с запятой. Представленная работа состоит из стольких-то глав. Можно здесь немножко развернуть. Первая из которых посвящена, вторая посвящена, третья посвящена. Введение и заключение. Точка. Помимо этого, работа включает в себя научно-справочный аппарат. В скобочках постраничные сноски и концевой список литературы. Ну и в случае, если вы делаете работу с приложениями, то есть если вы прикладываете к работе что-то постороннее. Ну, ваш перевод, например, какой-нибудь, да? Перевод контекста, который вы сделали и хотите показать. Какие-нибудь таблицы, которые вы построили. Материалы, которые вы не включили в основной текст, но вы хотели бы, чтобы они дошли до. Какие-нибудь документы. Ну, мало ли что там можно. Вот это в приложении, да? К работе. И тогда вы пишете еще после научно-справочного аппарата, что работа нужна приложениями. Двоеточие и краткая характеристика приложения. Все. Больше в введении не пишется ничего. Введение не может превышать 30% от общего объема работы. Заключение не может превышать 10% от общего объема работы. Общий объем работы рассчитывается, как вы понимаете, не в страницах, упаси вас Господь, когда-нибудь так считать. А в одной из двух систем измерений. Либо объем работы рассчитывается в знаках с пробелами, разумеется. Либо в словах. Если в знаках, то я просто напоминаю, что штатная единица, которая называется один авторский лист. Это 40 тысяч знаков. 40 тысяч знаков с пробелами. Соответственно, если вы слышите, что объем работы, которую вам надо написать, пол листа, это не пол странички. А 20 тысяч знаков. Примерно 12 страниц. Есть два листа, ну понятно. То есть лист это счетная единица. Ее используют в русскоязычном пространстве. Ее используют часто в европейском пространстве, в романском. В англоязычном пространстве обычно используется счет по словам. Один авторский лист примерно 6 тысяч слов. То есть, если вы, например, поступите в магистратуру, ну не знаю, Шаненке, если она еще, я надеюсь, будет действовать, то вы, когда вы доживете в магистратуру, то вы услышите там, допустим, что там эссе должно быть 3 тысячи слов, 2 тысячи слов. Это вот англо-саксонская система счета объема. Когда вам будут заказывать статью или рецензию, то будут говорить, что там рецензия полторы тысячи слов, статья до 12 тысяч. Ну и так далее. Но это все уже лилика. Так, я проговорил сильно дольше, чем собирался. Вопрос. Если вы еще живы и у вас есть вопросы, то я готов на них отвечать. Если есть вопросы повторить, то я готов на них отвечать. То есть, стиль пепелиографии, что не упадут в голове, можно любой выбрать, а оформление самой работы? А что вы имеете в виду оформление самой работы? То есть, там должен быть танец и роботом. А, господи, нет. Нет, это рекомендательные меры. Это рекомендательные меры. Там должен быть один какой-нибудь шрифт, обычно это гарнитура, да, либо Times New Roman, либо Coutier New, либо Georgia даже. Полуторный интервал, ну, если Times New Roman, дальше просто, как бы сказать, Times New считается эталонным, да, в наших широтах. И применительно к нему считается 14 кегель, полуторный интервал, да, это дает нам, чтобы вы понимали, это сделано, это сделано, это отрыжка старого времени, когда печатали на печатных машинках. Потому что Times New 14 полуторный, на странице можете посчитать, у вас будет примерно 30 строк в каждой по 60 знаков примерно, вот, с пробелами. То есть у вас будет 1800 знаков на странице, чтобы было удобнее считать потом до 40 тысяч, вот и все. На самом деле вы выбираете что-то читаемое, вот, и издаете. Никто вас за это пинать не будет. Вот. Единственное, что, да, вы выбираете один стиль, в нем вы работаете, да, то есть, если вы делаете, допустим, внутритекстовые сноски, ну, если вы работаете с библиографией, там, в стиле Американской психологической ассоциации, внутритекстовые сносочки в квадратных скобках, которые идут, вот, то тогда у вас не будет подстрочника, да, подстрочных сносок. Или туда вы будете убирать другие примечания. Вот, если вы работаете с ГОСТом, ну, это неизбежно постраничные подвалы, да, в курсовых обычно делают постраничные, делать концевые не принято, не надо так делать. В концевые можете отправлять таким текстовые большие вставки, если хотите, если вам это надо. Вот. На самом деле еще одну вещь скажу по оформлению. Значит, сначала дурацкий вопрос. Кто из собравшихся любит, ну, и по возможности умеет готовить? Так, а поесть? Хорошо. Вот, хорошо. Представьте себе какое-нибудь из любимых вами мясных блюд, в которое вы вместо того, чтобы осторожно в нужной пропорции посыпать там перцем, просто вывернули перечницу. Представили, да? Вот, можете представить себе что-нибудь из кондитерки, куда вы также вывернули банку сахарной пудры. Есть будет невозможно. Значит, есть в нашей с вами работе, тоже есть свои специи. Наши специи называются цитатами. Цитат в тексте не должно быть много. Я даже не из-за плагиата сейчас говорю. Даже не из-за плагиата, даже не из-за вот этого всего. Цитата – это оружие очень серьезной мощи. Цитата – это когда вы говорите, вот буквально, да, когда вы ставите в текст цитату, что вы сообщаете этим читателю. Что дальше, вот ты, будешь иметь дело не со мной, а с Достоевским. Ты ему возражаешь. Про абсурд. Чего ты ко мне-то повязался. Понимаете, да, идет там вот такая цитата. Вот. Цитата существует только в трех основных модальностях. Вот. Первая, самая сложная, которую вы очень любите. Как правило, но она на самом деле требует очень серьезной работы. Это большая цитата, которая ставится в текст. Ну, большая, там, от трех строк и выше. Большая цитата, которая ставится в текст работы. Это ставится только с одним условием. Если дальше вы начинаете подробно разбирать эту цитату. Да, то есть, если эта цитата занимает позицию Леммы для вашего высказывания, а дальше вы начинаете разворачивать ваше высказывание, тогда можно. Если просто покрасоваться, то лучше не надо. Второй момент. Когда вы ставите цитату в пояснение сказанному. Вы даете какой-то ваш тезис, и вам надо дать цитату в подстрочник ее. В подстрочник. Не надо ее давать в тексте. Третий вариант. Для тех, кто не просто работает с иноязычными текстами, а сам переводит. Третий, это если вы сравниваете цитаты перевода и оригинала. Вот это, пожалуйста, это хоть таблица в текст. Но тогда вы работаете с языком, тогда вы показываете, что вот здесь у нас такая терминология в латыни, во французском, в английском, в испанском. А вот здесь я выбрал такую терминологию, а существующий перевод дает такую, и это неправильно, потому-то, потому-то, условно. Но это опять-таки очень сильная и подробная работа с цитатами. Я не сказал непосильная вам. Вполне посильная, вы все это можете. Правда и без дураков вы все это можете, просто пользоваться этим надо осознанно. И еще. В русскоязычной традиции, я не сказал в русской науке, да? В русскоязычной традиции не принято цитировать научную литературу. Меня правильно услышали? Боюсь, нет. Например, с ней принято работать, на нее принято ссылаться, не принято приводить из нее цитат, вот выдержек в тексте. Пересказали своими словами, поставили сноску. Мысль упомянули, поставили сноску. Не надо цитировать, тем более, если там вы что-то англоязычное читаете, ужасно выглядит, когда человек в тексте дает цитату по-английски. Вы текст пишете по-русски, ребятушки, какая там цитата по-английски, что она там забыла, зачем это надо? Или вы хотите мне этим показать, что вы не можете перевести? Странно, да? Или можете перевести? Тогда переведите и перескажите своим словам, и все. В англоязычной традиции обратная ситуация, но и там в англо-франко-испадноязычных традициях обратная ситуация, там принято давать довольно большие цитаты, когда вы анализируете научную литературу. Но это вот будете писать на других языках, там, пожалуйста, в русской традиции лучше не надо, не поймут поручикам. Ну и последнее, да, вес цитат, общий вес цитат, не должен превышать 25% от общего текста. Вот, иначе потом забавить, объяснять, что это самостоятельный текст, а не плагиат. Извините, я ответил не только на задний вопрос, но и немножко в сторону. Да, да, конечно. Ну, короче, всего ответ будет так принято, сила традиции. Здесь какая штука, если мы говорим не про курсовую первого курса, да, с первым курсом все проще, там научный ставит оценку, и все, больше никто ее никогда не видит. Если мы говорим про те, которые защищаются, то вы неминуемо сталкиваетесь еще с одним, с проблемой оценивающих. Три главы, ну, простите, чтобы меньше всего раздражать людей. Вот, если там, не знаю, я открываю курсовую и вижу семь глав, ну, я начну уделять этой работе, боюсь, несоразмерно повышенное внимание. Пытаясь понять, а зачем? Аналогично, если там я вижу две главы, вот две главы, как ни странно, сложнее трех сделать. Две главы, чаще всего, если вы делаете деление на две главы, у вас не получается полностью раскрыть цель двумя задачами. Это очень сложная работа. Поэтому я об этом, это не запрещено, да, в этом плане вот три главы, это не догма. Можно сделать там две, четыре, восемь. Но принято делать один в трех. Это скорее вот просто узус. Здесь другого ответа нет. Я работаю с текстом на английском. Нужно ли мне его переводить, чтобы переводить цитаты в тексте? То есть я работаю с primary resources. С какой? Я работаю с, я имею в виду, текст на английском, первый источник. Хорошо. А что за текст? К сожалению, комментарии в Шанкаре, конечно, нет на русском языке. Ага. Вот, понятно. То есть это комментарий к другому тексту. И вы разбираете именно этот комментарий? Да, да, это древний текст. Нет, когда... Древние тексты, комментарии тоже древние. Нет, комментарии когда были написаны? В девятом веке. А? В девятом веке. В девятом? В девятом веке. По-английски. Я же не буду на санскрите... Оп! Вот, 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 вот мы подошли к важному. То есть я сейчас... Nothing personal, да? Вы работаете с... Внимательно. С переводным, да? Источником. Это, в принципе, очень рискованная работа. Очень высокий риск. Очень высокий риск. Вы готовы подписаться под тем, что перевод адекватен? Как правило, исследователь говорит о том, что... Нет, нет, нет. Не исследователь говорит, что ваше знание санскрита... Вы готовы подписаться под тем, что там адекватно переведена терминология, или не готовы? Я буду должен, то есть санскрита не хватает, говоря проще. Лучше все-таки, если даете цитаты... Ну, если вы считаете нужным дать их по-английски, дайте в сноску. Наверху должен быть ваш перевод. Но я бы, вот в этом случае, я бы, кстати, крайне рекомендовал, я подозреваю, что это не единственный пример, да, что, кроме санскрита, ведь есть латынь, которой далеко не все владеют, вот, а есть там английские переводы с латыни, допустим. Вот, я бы крайне рекомендовал, современные ресурсы это позволяют сделать. Ключевые, важные для ваших текстов моменты, терминологические, понятийные моменты, проверяйте еще и на сходство с оригиналом. Ну, вы не знаете, санскрит во всем его великолепие, но слово-то вы прочесть можете, но ведь правда же. Да, там, вы... А у вас что? Какой текст? У меня фукула граммбин. А, ну так это просто надо брать оригиналы, конечно. Особенно фукул. Французский надо брать. Вот, хотя бы на уровне словаря, хотя бы вот адекватность перевода, потому что, ну, там, Виктор Львович Каплун, например, да, из Европейского университета, у него одна из любимых тем, это я просто в вашу сторону уже, у него одна из любимых тем, это поругаться на русские переводы фукул. Вот, он человек вежливый, поэтому не матом, но изобретательный. Вот, то есть тогда надо проверять просто ключевые опорные моменты по словарям, по лексиконам. Ну, в конце концов, нужно связаться с теми, кто знает санскрит, и попросить прочесть нужный пассаж, да? Это тоже не бог весть, какая чудовищная вещь. Потому что, беря текст в переводе, вы подписываетесь, особенно в вашем случае, в двойном переводе, да? То есть вы переводите с английского то, что переводили на английский с санскрита, ну, вот, вы подписываете под, сразу подписываете под очень серьезным искажением текста. Это очень высокая степень риска, очень. Да? Есть. Во-первых, не бояться. Ногами бить никто не будет. Правда. Во-вторых, по возможности сделать презентацию о том, как ее делать, это отдельная песня, давайте не сейчас. Ладно, если хотите, потом подойдите, поговорим. В-третьих, выступление на защиту, особенно если защита очная, напечатать, распечатать, взять бумагу с собой, распечатку, распечатать с двойным интервалом, комфортным для вас кеглем, но, скорее всего, 14-м, и нужные места, на которых вы хотите акцентироваться, выделить жирным шрифтом, чтобы глаза цеплялись сразу, чтобы не надо было вчитываться в текст. Вот. И очень жестко, знаете, вот метрономом разграфить текст, построить текст, цель, задачи, первое, второе, третье. Перейдем к аргументации. Первое, второе, третье. Выводы. Первое, второе, третье. Максимально, вот, держать людей в напряжении вот этим метрономом, да, это помогает. И плюс жесткий хронометраж. Нет ничего хуже, когда студент растекается мыслью по древу, и тут вместо семи минут сидит мягкий модератор из преподавателя, и все остальные страдают, потому что он говорит уже 17 минут, а прервать неудобно, это же мысль. Вот. Если жесткий модератор, тогда неудобно становится студентом. Вот, в общем, хронометраж. И не бояться, правда. Да? Да. Все? Еще? Есть? Да. Фух. Ну, тогда спасибо всем. Вот. И спасибо за терпение. Выселить два часа – это довольно сложно. Вот. Спасибо всем. Всего доброго. Продолжение следует...